Здравствуйте, друзья! С вами Евгения Таро и сайт MagExpert.org. Сегодня я буду вас знакомить с очередным своим авторским раскладом, который называется, ну такое рабочее его название, для чего ему отношения. Этот расклад можно делать на любом этапе знакомства, общения и отношений, для того, чтобы просто понимать, а для чего человек рядом с вами. Вот что он преследует, какие цели. У меня здесь семь позиций. И первая позиция – это позиция секс. Я думаю, что я не открою для вас Америку, если скажу, что первое, что ищет мужчина в женщине – это секс. Второе – власть. То есть он хочет обладать женщиной и контролировать ее, и наслаждаться ею. Третья позиция этого расклада – конкуренция. Хочет ли он с женщиной конкурировать? Потому что я заметила, я заметила, что многие мужчины, особенно мужчины низкого сословия, то есть мужчины не успешные, они стремятся конкурировать с женщинами. Мужчины успешные, эффективные, более высокого социального положения, как правило, с женщинами не конкурируют. Это мое личное наблюдение. Если у вас по этому поводу какое-то другое мнение, напишите его, пожалуйста, в комментариях. Разумеется, в уважительной форме, иначе я его просто не опубликую. Четвертая позиция в этом раскладе говорит о самооценке. Иногда бывают такие отношения, за счет которых мужчина просто повышает свою самооценку. В глазах собственных и в глазах окружающих. Пятая позиция. Пятая позиция – это компенсация. Компенсация – это когда чего-то человеку не хватило в прошлых отношениях, вот он хочет дожать теперь в этих отношениях. Шестая позиция в этом раскладе – любовь. Ну и последняя, итоговая, седьмая карта отвечает за семью. То есть, может быть, мужчина хочет создать семью. Итак, что сразу бросается в глаза? Отсутствие старших арканов. Это означает, что мужчина в отношениях с гадающей, то есть с женщиной, которая заказала этот расклад, несерьезно. Вот несерьезно. Нет у него такого, знаете, серьезного, глобального отношения к ней, что вот он так решил строить, так строить. Эти отношения для него не важны, незначимы. И они не судьбоносны. Ну вот в масштабах его судьбы – это ни о чем. Это вообще не отношения. Хочет ли он семью? Давайте начнем с этого, потому что именно этот вопрос и волновал мою гадающую. Король мечей. Да какая уж тут семья? Нет, нет, король мечей не семейный товарищ. Он вообще ни разу не семейный товарищ. Это мужчина, который вот очередная победа, очередной трофей в виде женской юбки. Ну, что поделать, что поделать. У каждого свои игрушки, каждый их коллекционирует, что может. Этот мужчина коллекционирует женщин. Поэтому здесь о семье речи быть не может. Король мечей – не семейный человек. Как правило, разведенный мужчина или такой волк-одиночка, который там четко дает понять, что… Не надейтесь, дамочка. Ну, собственно говоря, по описанию у женщины тех отношений, в которых она состоит с этим мужчиной, это действительно так. Ей четко дает понять, что ей ничего не светит. Ну, просто женщины, знаете, все-таки любят надеяться до последнего. Ну, дело такое. Как насчет любви? Тройка мечей здесь выпала. Ну, тройка мечей, любовь – это вещи несовместимые. Он не преследует здесь любви в лучшем понимании этого слова. Вот разбить сердце, потерзать, так скажем. Ну, сердцеед, короче говоря. Это да. Вот это он любит делать. А сделать счастливой женщину, сделать её жизнь радостной, сделать эти отношения запоминающимися, гармоничными – не-не-не-не-не-не-не-не, это не про него. Тройка мечей говорит сама за себя. Любви он не ищет в этих отношениях, однозначно. Компенсация. Видите, я как-то с конца пошла, но уж как пошло, так пошло. Компенсация. Дама кубков. Вы знаете, мне кажется, ему не хватило материнской любви в детстве. Мама его недолюбила. Не дала ему вот этого, знаете, женского тепла, эмоций каких-то. Что он вот такой вот чёрствый. Но вообще, я вам так по секрету скажу, я, по-моему, уже выдавала эти тайны когда-то. Ну так, периодически в каких-то видео у меня это проскакивает. Так вот, лучшая женщина для короля мечей – это дама кубков. Вот что он ищет в женщине, так это даму кубков. Вот эту женственную, тоненькую натуру, ранимую, эмоциональную, ласковую, нежную, податливую. Как масло для меча. Я в таких случаях обычно отсылаю к сказке про Шахризаду, про Тысячу и одну ночь. Где мать Шахризаду учила, как нужно вести себя с султаном. И там она описывала именно вот этот сценарий отношений между королём мечей и дамой кубков. Вот он ищет в женщине вот эту женскую слабость. Он охотится именно на это. Другое дело, что он компенсирует вот эту материнскую любовь, разобьёт этой женщине сердце, потому что семьи он не хочет. Волк-то одинокий. Как мне уже эти волки одинокие, честно говоря, запарили. Но да ладно. Сейчас их просто пруд пруди. Институт брака нынче не в почёте. Так вот, он компенсирует своё, разобьёт ей сердце и не женится. Поставит очередной там крестик или звёздочку, там орден, медаль себе повесит, звезду на погоны, вот ещё одну победил. И на этом всё. Карта, которая у нас выпала в позиции самооценки, это восьмёрка Пентаклий. Восьмёрка Пентаклий. Ну да, в принципе, за счёт вот этих побед по накопительной системе мужчина и поднимает свою самооценку. Ну, разве что только вот в этом смысле его интересуют данные взаимоотношения. Третья позиция этого расклада, я напомню, это конкуренция. Здесь мы видим рыцаря Пентаклий. Ну, рыцарь Пентаклий и конкуренция нет, нет. Он всё-таки не стремится конкурировать с женщиной. Он использует стратегию здесь. Я не тормоз, я подождите. Я никуда не тороплюсь. А вы куда, дамочка, спешите? В ЗАГС? Нам не по пути. Ну, вот как-то так. Вот так сложилось. Вот так сложилось. Это не конкурент, конечно же. Это человек, который говорит, а я никуда не спешу. Вы спешите, да? Ну, пожалуйста, не вопрос. Просто нам с вами не по пути, не по дороге. Вторая карта. Вторая позиция. Это у нас власть. Ну, здесь, кстати, выпала не очень властная карта. Паш Кубков. Я даже, если честно, удивилась, глядя на короля мечей, на разбитое сердце. Но мне кажется, этому мужчине всё-таки хотелось бы завладеть эмоциями этой женщины, чтобы она вот так влюбилась и властвовать именно над её чувствами. и таким образом её управлять. Ну, хитрец, однако, хитрец. Профессионал, наверное. И, наконец, секс. Десятка мечей. Казалось бы, секс его не интересует. Да, вот такая карта странная, которая говорит, что что-то как-то не про секс. Но на самом деле здесь всё-таки мужчина в горизонтальном положении находится. И если мы будем смотреть значение десятки пик в игральной колоде карт, то там мы увидим брачная постель. Стало быть, десятка мечей имеет отношение к сексу. Ну, правда, это секс такой, знаете, не носящий, во-первых, регулярный характер, а во-вторых, мужчина действительно в нём не особо заинтересован. А почему не особо заинтересован? Да у него и так коллекция, дай Боже. То есть у него коллекция из женщин велика и без этой дамочки. К счастью или к сожалению, не знаю. Не знаю. Ну, вот у него такая жизнь, и вот он так себя позиционирует в этих отношениях. Другой вопрос, что с этим делать? Ну, здесь я так скажу. Женщина должна сама для себя принимать решение. Ну, сразу понятно, что жениться вряд ли. Этот мужчина станет. Что она ему нужна только для коллекции. И всё, что он может для неё сделать, это разбить ей сердце. Потому что он завладеет её эмоциями, и будет крутить, вертеть, как хочет. Секс ему особо не интересен. Конкурировать он с ней не собирается. Он просто занимает позицию тормоза. Типа, ну, я не спешу, давай подождём. Давай сама меня уговори. Давай сама ко мне приедь. Ну, сейчас мужчины, да, вот склонны к такой стратегии. И самое обидное то, что женщины, желающие выйти замуж, очень на эту стратегию ведутся. И это не приводит их к счастью. К сожалению. Потому что мужчины в этом случае, женщин просто обманывают. И так, вот такой у нас расклад. Принимайте его таким, какой он есть. К сожалению, наша жизнь, это не только розовые цветочки и плюшевые мишки. Бывают ещё и вот такие колючки. Я вам, девушки, рекомендую беречь свою самооценку. Не растрачивать себя на вот этих одиноких волков, да, которые не дадут вам никакого счастья. А сразу же делать расклад, смотреть, что мужчине от вас нужно и делать соответствующие выводы. Ну и действовать адекватно. Берите этот расклад в свою копилочку. Если вы сами не гадаете, заказывайте этот расклад у меня. Если вы просто заглянули ради развлечения, ставьте лайк. Ну и в любом случае я буду рада вашим комментариям. А за сим я с вами не прощаюсь. Надеюсь, встретимся в следующем видеосюжете. А пока-пока. Чао.